Музыка 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 и вообще все, что она может подарить своей любимой столице и всем ее жителям. Я приглашаю первого заместителя, руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы, Татьяну Александровну Потяеву. Вот она, наша красавица, наша умница, наша необыкновенная чудная женщина, которая сегодня получает вот эту заслуженную награду, золотую розу. Вот этот замечательный проект «Лучше из лучших» уже давно шестил по Москве. Был небольшой перерыв. Очень много известных людей нашего города и России получили различные награды «Лучшие из лучших». Я очень рада, что сегодня организаторы этого замечательного праздника вернулись и не в обычный день, в день канун женского праздника, 8 марта, к тому, чтобы вернуть вот такую номинацию, «Лучшие из лучших». Сегодня это лучшие женщины. Когда-то это были лучшие люди из бизнеса. Когда-то это были лучшие менеджеры. Когда-то это были лучшие политики. Но это лучшие из лучших. И замечательно, что сегодня лучшие женщины Москвы, Российской Федерации будут получать вот такую красивую награду. Я хочу сегодня всех женщин поздравить с замечательным праздником. Пусть много комплиментов. Ваш адрес сегодня раздается. Пусть вам мужчины дарят цветы, улыбки, дорогие, ну, может быть, и не очень дорогие, но очень нужные для вас подарки. С праздником! И еще раз процветание, Илона Петровна, вашему замечательному проекту. Когда-то, много лет назад, будучи депутатом, Московской городской думы стояла у истоков вот этого замечательного проекта. И счастливо, что он вот возродился не просто так, а именно в такой замечательный день в преддверии праздника женского. Сегодня будут чествовать женщин, лучших женщин России, лучших женщин бизнеса, лучших женщин предпринимателей, лучших женщин в области образования и здравоохранения. И так, наверное, должно быть, потому что женщины – это главное, вокруг чего крутится весь наш мир. Поэтому хочу сегодня всех поздравить с этим праздником и пожелать, чтобы вот открытие проекта «Лучшее из лучших» сегодня всем нам доставило минуты радости, отдохновения от наших обычных мирских дел. В учетную деловую репутацию награждается председатель Совета директоров группы компании «Конфаэль» Ильдарханова Ирина Борисовна. Я хотела бы сказать несколько слов об этой удивительной компании, которую, конечно же, все хорошо знают не только в России, не только в Москве, но и во всей России, и, наверное, уже во всем мире. Знают и приветствуют эту замечательную женщину, которая сегодня приготовила. Кстати, ее компания приготовила такие прекрасные цветы. Я хотела бы сказать о том, что, наверное, здесь те, кто находятся, они хорошие, замечательные, лучшие. Но мне кажется, каждая из женщин себя чувствует действительно лучше для своих близких, родных, мужчин, детей. Ну что ж, я только скажу несколько слов об этой компании. Сегодня всем женщинам, всем лучшим женщинам России, которые присутствуют в этом зале, подготовлены настоящие шоколадные телеграммы, где сладкими, съедобными буквами выражено памятное название премии. И вообще компания «Конфаэль» отличается вот теми оригинальными своими решениями нашей сладкой проблемы. Все женщины любят. И мы всегда наслаждаемся вашим искусством. В номинации за большой вклад в киноискусство режиссурный кинематограф приглашается на сцену заслуженная артистка России, режиссер, продюсер Цыплакова Елена Октябрьевна. Сегодня награждается почетным титулом «Лучшая женщина России». Потому что то, что делает Елена для кинематографа, для искусства, для творчества, для детей. Спасибо большое. Я от всей души поздравляю всех женщин, которые здесь присутствуют, которые ждут нас дома. Я всем желаю женщинам быть всегда самым большим источником любви, нежности, заботы. Потому что жизнь сложная, тяжелая, а это всегда от нас, только от нас зависит. Можем ли мы любить, можем ли мы приносить людям радость. Вы знаете, еще в Ветхом Завете Господь через пророков сказал «Сотворю нечто новое». Жена спасет мужа. Поэтому я хочу всем пожелать нашим женщинам сил, энергии, чтобы мы преображали этот мир своей любовью, своим творчеством, своим творчеством. Потому что творчество относится к любой сфере жизни, чем бы мы ни занимались. Я от всей души всех поздравляю, благодарю устроителей этого замечательного совершенного мероприятия. Потому что я здесь второй раз, и мне чрезвычайно приятно и трогательно все, что здесь происходит. Дорогие мужчины, будьте нежными, ласковыми, добрыми. И всегда полны энергии и сил в том творчестве, которым вы занимаетесь. Спасибо большое. Я приглашаю сюда для вручения титула президента компании «Тимули» Маркову Галину Ивановну, обладателя национальной премии в области индустрии моды в номинации «Детская школьная одежда», обладателя знака качества «Лучшее детям». Итак, Маркова Галина Ивановна, пожалуйста, мы от всей души поздравляем вас, рады, что вы сегодня получаете этот почетный титул. Я благодарю Бога, благодарю всех, кто занимается продвижением российских брендов, которые занимаются детской одеждой. Это здорово, потому что дети – это все, как вы знаете, это наши мечты. И мы воплощаем эти мечты. Я поздравляю всех замечательных женщин. Я желаю всем счастья, добра, мира на нашей планете. Спасибо, дорогие. Мы от всей души поздравляем вас с этой заслуженной наградой. И надеемся, что вы также верно будете служить детству, детям, а это значит будущему нашей России. Тем более, смотрите, сколько ваших почитателей, вашего таланта вышли вас поздравить. Всем женщинам сегодня добра, счастья и мира во всей планете. Лауреат национальной премии в области индустрии моды 2011 года в номинации «Детская коллекция» компания «Димали». «Димали», «Димали». 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...